Свыше 50 тысяч грузинских солдат сражались за освобождение Минска. 14 тысяч из них пали в боях. В канун Дня независимости Беларуси и 76-й годовщина освобождения столицы республики ветеранам вручили памятные медали. Все подробности у Ливана и Насаридзе. В гости к героям идут представители посольства Беларуси в Грузии и Совета ветеранов республики. Почетная миссия – наградить памятными медалями тех, кто воевал на полях Беларусского фронта, освобождал Минск и помогал восстанавливать республику. В их числе Шотабуадзе на фронт отправился в 17 лет, сразу после школы в разведчики. Беларусский народ. Отношения беларусского народа, такое любую отношения. Все теплое, встречались люди, с радостью встречались, благодарили за освобождение. Его сосед Йосиф Тухашвили, тоже участник боев за Минск. Однополчане дружат, поддерживают друг друга. Обоим по 97. У каждого из них уже коллекция медалей. И новая ее только украсит. Помню, ночью наша дивизия только расквартировывалась в лесу. Вроде все было уже спокойно. Пришла сводка, что противник готовит операцию. Мы пошли на опережение, смогли уничтожить все огневые точки. Тогда разведка хорошо сработала. В июле 1944 года Минск был освобожден от немецкой оккупации. Восстанавливать республику помогали все. Грузия предоставила рабочую силу, стройматериалы и продукты. Эмоционально очень большой фонд, потому что это свидетели той страшной войны, которую они прошли. И выразить им слова благодарности от Белоруссии за их личный вклад в освобождение нашей страны. И спасибо сказать Грузии за то, что это древняя замечательная земля. Спасибо матерям этой земли, которые родили на свет таких сыновей. Из-за пандемии встреча участников Великой Отечественной в Парке Победы 9 мая в этом году не состоялась. Но награда обязательно найдет героев. Памятные медали получат 20 ветеранов Грузии. В Великой Отечественной войне приняли участие более 600 тысяч бойцов из Грузии. Больше половины из них так и не вернулись домой. Сегодня в республике проживают 563 ветерана. Великой Отечественной войне